На практике CyberShock около 600 тысяч уникальных игроков в месяц, и все это нужно модерировать. И как вы знаете, у нас есть модераторы, и сегодня я стану одним из них. Я сегодня буду банить игроков за оскорбления, за читы, ну или же просто за то, что они играют не так, как нужно. Все это будет в этом ролике, поэтому присаживайся и приятного тебе просмотра, а я пью за тебя чай. С этим ловил в КС только хэдшоты, 3 часа, у него уже был бан за токсичность. Так, давайте заходить, нарушитель фьючер. Так, смотрим, сервер у нас получается ДМ обычный, вот насчет ХС мод у него включен или нет, я не могу посмотреть. Нет, у него не включен. Мы уже увидели первый килл, который не хэдшот. Получается у него промахиваться. Много промахиваться. Пытается играть, пытается убивать, здесь я не вижу никакие читы. Если что, он меня не видит, что я за ним слежу. То есть игру на камеру, я думаю, он не ожидает. Обычные киллы, какой он левел? Седьмой левел. Для седьмого левела это плюс-минус нормально. Все нормально, я думаю, что здесь точно можно пропускать тикет и говорить, что нарушений найдено не было. Согласны? Да, там чистая игра. Читов не найдено. Закрыли тикет, отлично. Ну что ж, заходим еще раз в актуальные тикеты и смотрим. Экзекьют. Нарушение правил. Давайте посмотрим, что у нас здесь было нарушено. Оскорбление. Так, ну можно даже не заходить на сервер, посмотреть историю чата этого человека. Слушай, ну вот ты видишь, осуждающие слова он пишет. Посылает людей спокойно. Я думаю, что ему нужно дать бан. По правилам проекции обершок нарушения в оскорблении чата, это 6 часов. Я правильно понимаю? Да, мутно 6 часов. Мутно 6 часов. Да, не бан. Мы, кстати, новое или правило, теперь мы не баним за оскорбление, а мутим. То есть, это намного разумнее, мне кажется. Так, Даймон, так. Плюс у него еще реклама в Нике. Так, это у нас... Да, кстати, у него реклама в Нике, поэтому это, опять же, плохо. И, кстати, еще один ник такой рекламный. Не, ну, ксфл рекламировать можно, это наш партнер, а вот истиго, такого проекта мы не знаем. Так, ладно, я отключаю мой чат. Причина у нас, получается, оскорбление. Правильно? 6 часов. Все? Отлично. Голосовой у него остался, но в текстовом он больше не будет ругаться. Я пишу, что нарушитель был наказан. Отлично. Аим, нарушитель НС. Он на сервере до сих пор? Так, ЛВС его зовут. Аккаунт слишком новый, смотрю, даже аккаунт с Абершока еще не прогрузился, он суперсвежий. Ну, давайте зайдем посмотрим. Я думаю, что Аим реально может быть. Я очень хочу это словить, потому что это контентик. Никогда еще у меня не было рейзеров, аимеров в выпуске проверки. Так, смотрите, у него первый левел, но у него счет просто максимально приятный. 45 на 13, у него КД, внимание, 3,46. Ну, 90% я уверен, что у него есть подруг. Новый аккаунт полностью. Пробует зайти в джангл, понимая, наверное, видео. А! Не, ну тут очевидно есть щит. Можно просто для контента позвать его на проверку. Ну тут очевидно будет щит. То есть все дает понять, что у него что-то есть. Проверка на щиты. Я выбираю Алваеза и жду, пока он даст ответ. А, он отказался от проверки на щиты. Ребят, только что на ваших глазах мы проверили щитера. Он отказался от проверки его компьютера, о том, что он чистый. И он прямо сейчас на ваших экранах забанился на Сабишоке навсегда. Я нажимаю, что нарушитель был наказан, нарушитель был наказан. Отлично, ребят, поздравляю, у нас первый бан за сегодня. Ну, такой жесткий. 202 фрага. Подожди. Он здесь, что, за это время, пока мы тут общаемся? Ну тут, тут, а им, очевидно. Тут, тут, а им. Да, я не прописал, но тут очевидно им. Я, получается, админ проверка на щиты. Боже, мне так противно, что он это делает. Ну, хорошо, что... Я хочу, чтобы его забанило прямо сейчас, чтобы все вы в чате увидели, что мы баним, ребят. Я его вызвал на проверку. Ждем, пока он даст ответ. Да, он отказался. Ну, что поделать? Дурачок. Тогда хорошая новость. У нас уже два забаненных. Мы освободили сервера. Прямо сейчас у нас эти джи-джи-дроп, и я кручу барабан. Мне падает прямо сейчас бесплатное открытие кейса. Я выбираю любую ячейку, и мне падает бесплатно 118 рублей. Давайте я его заберу. Нажимаем запросить, и через минуту он будет у меня в интере. Но не все так хорошо. Еще может быть лучше, если вы введете секретный код, который называется профи, и вы бесплатно прокрутите второй раз барабан. И здесь нападает два предметов контракта. Я делаю сейчас контракт, и посмотрим, что выпадет. 2200. О, а вот и кнопка получить. Как я понял, у меня стоит стим автоцепт, и, скорее всего, скин уже у меня здесь. Вот, отлично. Ну и не забывайте, что на сайте появилась новая фича. Это новые кейсы осенние, открывая которые, вы получаете токены. Шанс токена 47%. И да, мне выпал токен. Заходите в игру и ставите их. Я ставлю 14, и сейчас пойдет игра. 690 рублей на кону, и здесь забирает этот приз не я. Ну а ссылочка на этот сайт есть в описании, и на секретный код тоже. Оскорбление. Арена номер 13. Оскорбление. Читов не найдено, кстати. На него много кидали тикетов, достаточно. В чате он любит. Смотрите, какие вещи написать неприятные. Не умеет контролировать свои эмоции. Но это писал он только сейчас, кстати. Это малое, маленькое оскорбление, но 6 часов мута в чате обеспечено уже. Посмотрим, как он ведет себя в голосовом чате. Управление игроками, микрофон, чат игрока, игрок на сервере, гайден, отключить чат, слабое оскорбление, 6 часов, правильно? Все отлично. Нарушитель был наказан. Ребята, если что, это супер безобидный банк, 6 часов мута, он даже не заметит. Но это как предупреждение сыграет в любом случае. Читерство. Отлично. Играет с ВХ. Вот это я люблю. Так, нарушитель у нас, получается, 14 часов уже наиграл. Он из Болгарии. Там 2 200 эла у него. 2 300 почти, да, эла. Давайте посмотрим его фейст-аккаунт, как у него кд. 1 м50 у него на сабишоке кд, а на фейсте у него прям, кстати, на фейсте. Кд у него 1.14. Смотрим, как 2 300 эла играет с ВХ. Прописываю ЕСП. Ну что ж, давайте смотреть. Его было видно, это было читаемо. И это килл не его. Не ожидал этого чела, кстати. Это уже хорошо. Это ему уже один момент в копилочку, как чистый игрок. Ой, ой, хороший хэдшот, очень хороший хэдшот. Ждет второго. Услышал, что он прошел? Нет, не услышал. Его убивают спину. Забыл про спину. Девятой второй килл. Третий у нас есть. И четвертый. Да, последний остался. Сделает фейк. И хорошо перестреливает. Ну, это обычный игрок 10 левела фейсита. Читов нет. Да, нет читов. Он просто убивает первых левелов. И поэтому и выигрывает. Поэтому такие моменты. Он чистый. Нет нарушения. Так, ребят, смотрите. У нашего лучшего по количеству закрытых тикетов модератора количество составляет 18 тысяч тикетов. Вот как я сейчас сделал штук 10, он сделал 18 тысяч раз. Элф Хакинг 12 тысяч из Дискорда сейчас. Как у вас много, Гошмар. Из Дискорда сейчас Элф Хакинг, да, сидит и стоп. Да, но он также главный модератор, и он смотрит за остальными модераторами. Да, это я с июля. С середины по сентябрь отработал. ВХ. 43-й ретейк, нарушитель у нас 1000 элла, 90 часов. Очень хорошо играет у нас. Пишите ему тикет. Пишите на него тикет. Первый левел. Яка Рейзи, нам нужно проверить только компьютер. Тебя подозревают в чутах. Почему вы кинули, в чем проблема? Он за секунду троих убивает и префект. Ну, прямо сейчас мы проверим компьютер, посмотрим, что у него есть. Спасибо за тикет. Вы подозреваетесь в чутах. Мы хотим проверить ваш компьютер. Можем мы это сделать? Да, конечно. Окей, включите экран. Так, стоп. Да. А дальнейшая история этого человека будет чуть позже, потому что показывать момент проверки компьютера, к сожалению, показывать я не хочу. Ладно, спасибо тебе за игру на Сайбершоке, извиняюсь за потраченное время. Да, ничего страшного. Окей, спасибо, удачи тебе. Вам тоже. Ребят, если что, проверили человека. Чистый, оказался чистым. Всем приятный игра дальше. Читов не найдено. А, ну, VH типа. А, ну, давайте посмотрим какой-то. Раз. Два. Так, не, подождите. Ну, пока очевидно, пока видно, что что-то есть. О, не, ребят, что-то есть. Проверяем. Проверка на компьютеру готова? Ну, смотрите, чуваки, это неадекватно, что это делает. Он еще уверенно, смотри, как занимает. Дружище, на себя кинули большое количество тикетов, нужно проверить в компьютер. Согласен, на проверку? Окей, у тебя на экране показывается все, что тебе нужно сделать. На тебя кинули большое количество тикетов, проверенный в компьютер, хорошо? Да, хорошо. Ну, у меня сейчас на фейсе, ну, я сейчас в фейсе тушил, у меня десятый уровень-то. Ну, я понимаю, по правилам проекта вы получаете бан за упоминание читов. А даже без всяких предупреждений? Ну, конечно. Для правилов для всех одних. Ну, можно хотя бы не навсегда, я не знаю, чтобы я, я не знаю, что я буду делать. Хорошо. Давай так, мы тебе дадим бан на месяц. За этот месяц все обдумай, все почисти. И ровно через месяц приходи, проведем повторную проверку. Если все хорошо, то разбанится. Ну, это только из-за того, что у тебя плюс-минус нормальная ситуация. Читов прям активных не было найдено. Но это не пример того, что мы не баним читеров. Да, хорошо. Я вообще в первый раз столкнулся с тем, что на проверку у меня. Да, таких мало людей. Кстати, если ты хочешь модерировать сайпишок, как это было в этом ролике, то я оставлю ссылочку на заполнение анкеты, и, возможно, ты попадешь. 18+. Ну, а тебе спасибо за просмотр этого ролика. Игра на сайпишок, и не нарушай правила, и ты никогда не получишь бан. Всем приятной игры, всем приятного настроения, и продуктивного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok